друзья всем огромный привет сегодня поработаем вот с такой вот баночкой пустая из-под консервы может быть железная кружка что-нибудь такое что получится давайте посмотрим ролик вам всем приятного просмотра поехали сейчас первым делом сверлом на 9 сделаем спазное отверстие и также в хаотичном порядке сейчас на делаю по кругу отверстие вот так как-то получается нашел вот такой алюминиевый профиле сейчас отрежем несколько кусков по 6 с половиной сантиметров по 7 7 кусков по итогу отрезал 9 штук они плюс-минус все одинаковые тут пару миллиметров может быть разница нам точности здесь прям такой нему я сейчас делаю отметочку на трех с половиной сантиметров по центру то есть и сделаем сквозное отверстие тоже взял кусок шпильки и накрутил гайку теперь одеваем наши отрезки берем еще гаечку раз будем подтягивать друзья у меня будет к вам огромная просьба поддержать меня проголосовать оставить свой голос конечно у вас есть и другие любимые самодельщики диайвай щеки но я хотел попросить именно за меня проголосовать в этом году пройдет очередная премия лучший дей блогер а я номинирован номинации самоделки и лайфхаки так что прошу вас поддержать вас это займет немного времени там вы найдете другие номинации также можете проголосовать за любимых вам которые снимают другой контент я же прошу все-таки проголосовать за меня так что поддержите пожалуйста лайком победит конечно лучший и за кого проголосует больше людей потому что будет народное голосование которое будет идти целый ноябрь и в декабре месяце 2 декабря будет награждение обо всем вам расскажу и покажу так что голосуем правильно то извини берем банку за кадром из уголка и такой пластины сделал небольшой держатель просверлил еще два отверстия и также здесь сейчас просто это наклепочки вот так вот посадим теперь нам понравится такая стеклянная баночка какой-нибудь алюминий профильочек тоненький я уже был просверлен сверлом на 9 она прям четко в размер немножко подогнем вовнутрь сделаем своеобразную лампадку и края подогнем она была вот так вот так теперь нужно сделать держатель фитиля это оправка у нас до будем делать тоже с алюминиевых пластин но она гуляет ее надо немножко обжечь теперь уже можно нагнуть прям возьмем сверлышко и по нему загнем дальше беру джутовый канат фитиль можно конечно регулировать залью масло конечно у меня растительное масло она будет коптить но попробуем на нем часто подразгорится ну хотя в принципе и копоти особо и не вижу здесь можно немножко подрегулировать да горит замечательно а теперь попробуем нашу подставочку ставим в центр немножко копоть летит уже теплый внизу 100 ну сам большая температура вот так чувствую что тепло от него идет конечно немножко подкоптила но в принципе как вариант вот так его чувствую прям хорошее тепло и слышно то есть хорошо нагревает единство что мне джутовый канат не очень нравится нужно попробовать что-то другое и поменять масло конечно я бы на этом масле не стал бы делать это просто как вариант можно купить церкви лампадное масло специально но не будет ни коптить не вонять и можно обогреть палатку вот так вот небольшое помещение ну то есть вот достаточно тепло ну то есть вот такая вот температура все поднимается внизу больше 100 93 градусов ну то есть как видите все на ваших глазах как затушить хотел показать снизу видите немножко подкоптила но не сильно но в принципе есть копоть есть но это все от всего лишь от масла то есть так как переносная можно сделать повыше не обязательно делать под такую лампадку можно еще под другие масла других горелок и такой тепловой аккумулятор будет прям отлично все вы знаете что и алюминий хорошо передает тепло и будет классным. Друзья, у нас с вами получился вот такой вот небольшой коротенький ролик. Я надеюсь, вам понравился, был кому-нибудь полезным. Если да, обязательно палец вверх, пишите ваше мнение. Я всегда отвечаю, стараюсь отвечать на ваши вопросы и на ваши ответы. Так что пишем, комментируем, давайте пообщаемся. Вам желаю всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Да, забыл сказать идеи, конечно же, не моя. Это взято на просторах интернета. Ничего не придумано, просто показано и донесено вам. Еще раз спасибо. Пока.